Студия Варгарта и канал Некрофос представляет Автор Галя Трушечкина Вечер, когда я встретил своего друга, мы с компанией гуляли по заброшенной стройке. Здесь, говорят, года два назад были найдены тела пятерых студентов, поэтому власти огородили блочный остров здания высоким забором и поставили будочку для вечно пьяного сторожа. Однако за булькающую возможность оставаться пьяным еще одну ночь сторож пропускал таких, как мы, желающих насладиться романтикой заброшенного здания и попугать девчонок. В здании, списанном граффити от подвала до крыши, в каждом углу звенели бутылки, оставшиеся с предыдущих гулянок. Их подбирали местные бездомные, которых сторож также исправно пропускал внутрь на ночлег. Кроме гуляющих студентов и бомжей, никто не заходил в это здание. Так мы считали. Костик, там человек сидит. Глаза Марины испуганно распахнуты, на блузке следы пыли. На чердаке, в углу. Да бомж, наверное. Я отвернулся к темному окону, отхлебнул пиво. Это его дом, не мешай человеку отдыхать. А вдруг это не бомж? Марина взяла меня за локоть, забрала бутылку и посмотрела мне в лицо. За страхом в ее глазах появилась привычная жестокость, и я начал злиться. Сходи, посмотри, или мне попросить кого-нибудь еще. Ну что ты, зачем Мишу-то отвлекать? Уйдет, вернется, а вдруг пива не хватит? Не начинай, все знают, что ты его не любишь. Да ладно, протянул я с издевкой. С чего бы это? Так ты сходишь еще жестче, спросила девушка. Я кивнул. Только не удивляйся, если бомж мне будет милее вашей компании. Не удивлюсь, обронила она, отворачиваясь и отпивая из моей бутылки. Когда я поднимался по изрисованной лестнице на второй этаж, то едва удержался от того, чтобы разбить о стену мобильник, которым освещал себе путь. Марина — моя девушка. И все знали, что она изменяла мне с Мишей, который еще недавно был моим другом. Черт возьми. На чердаке было меньше граффити и бутылок, но больше пыли и какого-то трепия. Сквозь дыры в крыше сочилась вода. Недавно дождь прошел. Где-то сонно перекурлыкивались голуби, шелестела листьями тощая береза, проросшая в пыли одного из углов. Бездомного я увидел сразу. Он сидел на полу в дальнем, самом темном углу. Я видел его силуэт, линию плеч и взъерошенные короткие волосы. Надо же, значит, Марина вовсе не хотела избавиться от меня и тупо искала повод. Ну, за это даже поговорю с этим парнем, чтобы убедиться, что я прав. «Эй, привет!» Я окликнул его, сделал шаг вперед и замер. Удивленно помотал головой. В углу никого не было. Я отчетливо видел клочья пыли и прорастающую сквозь них траву. Но там же точно только что был человек. Я снова осмотрелся. Береза больше не шелестела, голуби замолчали. Пол чердака был скрипучим. Я бы точно услышал, если бы здесь ходил кто-то. Но стояла тишина. Только вздыхал и бормотал о чем-то своем недостроенный дом. Я снова посмотрел в дальний угол. Что-то было неправильно. Я отчетливо видел, что там ничего нет. Но каждая клеточка моего тела говорила, что это не так. Я протер глаза. Ничего не изменилось. Я не видел, но чувствовал, что в этом самом углу сидит невысокий человек и смотрит прямо на меня. В жизни своей не верил в сверхъестественное и не боялся призраков. Полчаса спустя я сидел на полу в том самом дальнем углу. К этому моменту ощущение чужого присутствия стало почти привычным. А закрыв глаза, я мог даже почувствовать, что таинственный человек сидит буквально в полуметре от меня. Нащупать его не удавалось, поговорить тоже. Но я откуда-то знал, что он не опасен. Или просто убедил себя в этом. «Костя, ты там что, заснул?» Позвал меня с лестницы один из друзей. «Мы такси вызвали. Ты с нами?» «Да», — крикнул я в ответ. Потом сказал призраку. «Ну, ты тут это... не скучаешь, что ли?» Мне почудился еле заметный кивок, и я поднялся. Общаться с призраком, конечно, интересно, но мир живых никуда деваться не спешил. В такси пиво начало отпускать, и мне стало смешно. Ну, надо же, я встретил призрака и даже общался с ним. Такого я еще не вытворял. Хорошо еще, что свидетелей не было. Но, нервно хихикая, я высадился из такси и распрощался с друзьями. Марина поехала в другой машине. Конечно же, вместе с Мишей. Но я даже не злился на нее. Мне постепенно становилось все равно. Погрузившись в раздумья, я прошел сквозь грязный двор, в котором давешний призрак смотрелся бы еще гармоничнее. Так тут было мрачно и темно. Под ногами шуршали опавшие листья, хотя шла только середина июля. Но природа не всегда соответствует нашим ожиданиям. Зелени цветения в любой момент могут увянуть, подчиняясь каким-то своим биоритмам. С любовью, в принципе, так же. Я поднялся на лифте на свой этаж и какое-то время боролся с входной дверью. У меня всегда было подозрение, что однажды она просто откажется меня впускать. И тогда начнется великий квест по открытию заевшей двери. Но пока обошлось. В квартире, как всегда, было тихо и пусто. Воздух здесь до сих пор пах лекарствами, и запах этот не удавалось вытравить ни проветриванием, ни благовониями. Особенно силен он был в дальней от входа комнате, где провел последний год жизни мой дедушка. Он умер год назад, пережив на десять лет сына с невесткой. Дед один растил меня, как мог, пока болезнь не начала пожирать его изнутри. Тогда уже я стал заботиться о нем. Сейчас его комната пустовала, и я не мог заставить себя ее обжить. Вторая комната тоже была почти нежилой. Ее я выделил под гулянки с друзьями, которых здесь почти не было в последние месяцы. На самом деле, жилой здесь была только одна комната, в которой я и работал, и спал, и отдыхал. Кухня, оплот холостяцкой жизни, была завалена едой быстрого приготовления и бутылками от пива, следами моей депрессии, наступившей после смерти деда. Сейчас, после измены Марины, я снова ощущал ее цепкие лапы. Я заварил себе чаю, взял книгу и зачем-то пошел в гостиную. Постоял, созерцая унылые коричневые шторы и старый телевизор, который никак не мог собраться и выкинуть. Вдоль стены стоял пыльный продавленный диван. Я передумал на него садиться и решил вернуться к себе в комнату. Но зачем-то открыл дверь в комнату деда. «Твою мать!» Я резко захлопнул дверь и отскочил от нее, глядя на ее белую поверхность с ужасом. Потом замотал головой и прошептал, «Ну нет, не может же быть!» С минуту я мерил шагами комнату и пытался собраться с мыслями. Происходящее казалось то ли сыном, то ли белой горячкой, но я же не настолько пьян. Посередине пустой комнаты, на полу сидел мой знакомый призрак. Я дождался рассвета. Почему-то мне казалось, что так будет безопаснее. Сейчас, на окончательно трезвую голову, призрак уже не казался мне закадычным другом. Вспоминались все просмотренные фильмы ужасов, в которых попытки выгнать призрака из дома заканчивались не лучшим образом. Но что мне делать? Я робко постучался в дверь, потом опомнился, «Чёрт, это же мой дом!» Открыл. Он сидел на том же месте. Его по-прежнему не было видно глазами, но разум отчётливо знал, что этот призрачный парень сидит в позе лотоса и что одет он в рубашку и джинсы. «Привет!» Нерешительно сказал я. Странное чувство испытываешь, затевая разговор с пустым местом. Призрак поднял невидимую голову, посмотрел на меня и кивнул. Я продолжил смелее. «Я, конечно, польщён, что ты пришёл в гости. Правда, я так-то тебя не приглашал. Я вообще не был уверен, что ты существуешь». В воздухе повисла призрачная улыбка, как у чеширского кота. Я невольно улыбнулся в ответ и присел рядом. «Тебе, наверное, не нравятся там на стройке?» «Лично я не хотел бы там жить». Призрак беспомощно повёл плечами. Потом обхватил себя руками. Мне стало его жалко. «В конце концов, я уже ничего не теряю. Знаешь, тихо говорю, у меня тут две комнаты не жилы, и я сюда почти не хожу. Так что можешь остаться, если ты не какой-нибудь там демон или полтергейст». Я почувствовал на себе удивлённый взгляд. Ну, в смысле, я замялся. «Если ты устроишься в гостиной, я не буду возражать. Мне здесь немного одиноко, но с живыми людьми как-то не ладится». «Останешься?» Призрак закивал, а я почувствовал гордость. Ведь наверняка он собирался тут остаться даже против моей воли. А теперь он как бы приглашён. И можно даже ставить свои условия. В общем, я поднялся и стал отряхиваться от пыли с пола. «С тебя тишина и покой. Работе не мешать, ночами не вздыхать, гостей не пугать, вещи не прятать. Я бы с тебя ещё и половину квартплаты потребовал. Но чего нет, того нет». С того утра в моей гостиной поселился невидимый квартирант. Он был дружелюбен и незаметен, а в каком-то смысле и полезен. В доме стали реже теряться вещи, перестало заедать двери, подгорать пища. Сосед-подросток стал тише слушать музыку, а когда соседи сверху устроили потоп, то вода обошла мою квартиру стороной. Запах лекарств бесследно исчез, менивший слабым запахом старого дома. Сырости, плесени, штукатурки. Но мне всегда нравились эти запахи. Почти сразу мне стало стыдно перед новым знакомым за бардак в доме. Я выкинул весь мусор из старой телевизор, вымыл полы и поменял шторы в гостиной на бамбуковые занавески. Призраку нравилось их перебирать с негромким шуршанием. Я всегда знал, что в доме я не один. Всё же вещи иногда пропадали. Квартиранту очень понравился брелок-бубенчик на моих ключах. И вскоре я его лишился. Зато иногда слышу, как он катается из угла в угол в гостиной. Однажды это услышали гости, и потом они долго убеждали меня вынести мою кошку, что играет в другой комнате. А ещё стали пропадать книги. Они исчезали на пару дней, а потом возвращались с загнутыми уголками страниц. Я стал покупать новые книги и, прочитав, оставлял их в гостиной. Уходя из дома, я включал музыку, чтобы квартиранту не было скучно. Я пытался украшать гостиную цветами, но они вяли от присутствия призрака. Что ж, обошёлся картинами. У меня наладилась работа, во многом от того, что дома стало очень хорошо работаться. Не раз бывало, что я отрывался от компьютера за полночь, сделав за раз недельную норму. У меня стали случаться девушки. Ничего серьёзного, но всё же приятно. Марина с той ночью на стройке исчезла из моей жизни. Я об этом совсем не жалел. С момента, когда у меня поселился призрак, прошло чуть больше года. Я возвращался домой, как меня вдруг окликнули. Я обернулся и увидел Марину. Честно скажу, я её не сразу-то и узнал. Она перекрасила волосы в яркий блонд, стала несколько вульгарно одеваться. И, по всей видимости, начала курить. Пусть сейчас у неё не было сигареты, но я всё равно поморщился от запаха табака. Лицо её осунулось, на нём замерло испуганное выражение. Это была совсем не та Марина, при встрече с которой я боялся упасть на колени. Эту Марину хотелось пожалеть. «Привет», — сказал я и улыбнулся как можно дружелюбнее. «Рад тебя видеть». Я тоже сказала она, осторожно улыбаясь. Её пальцы теребили воротник кофты, и я увидел обручальное кольцо. «Ты вышла замуж? Здорово! Я действительно был за неё рад. И кто этот счастливчик? Миша?» «Миша», — ответила она, как-то сжавшись. «Давай не будем об этом. Ты-то как? Чудесный. Лучше, чем когда-либо». «Я рада, что у тебя всё хорошо», — сказала Марина и посмотрела на меня непривычно робко. «Костик, я тут подумала, раз уж мы встретились, ты не хочешь со мной прогуляться, как в старые времена?» Я посмотрел на неё удивлённо. Во мне всколыхнулась уже забытая злость. «Ты встречалась с Мишей, пока я оправлялся от смерти деда. Ты выставила меня на посмешище перед общими друзьями. Ты бросила меня ради своего нынешнего мужа. И теперь ты хочешь со мной прогуляться?» «А почему бы и нет? Я ведь могу снова встречаться с тобой за спиной Миш, поступив с ним так же, как он поступил со мной. Увидя от тебя из семьи, бросить. Чем не месть-то, а?» Я улыбнулся своим мыслям и покачал голову. «Извини, Марин, у меня на сегодня другие планы». Она опустила голову. «Да, я понимаю. Что же, тогда пока...» «Пока». И мы разошлись. Она пошла домой, а я ещё долго гулял по парку, шуршая жёлтыми листьями и подставляя лицо лучам заходящего солнца. Я чувствовал, что от любого дуновения и тёплого ветра могу просто взлететь, как кленовый лист и часами кувыркаться над крышами города. Я наконец-то чувствовал себя свободным. Когда солнце зашло и тёплый ветер стал холодным и пронизывающим, я поднял воротник пальто и пошёл домой, обдаваемый брызгами из-под колёс проезжающих машин. Мне хотелось рассказать призраку про Марину, девушку, которая увидела его до меня. Девушку, которую я наконец-то отпустил. Двор моего дома был, как всегда, мрачен. Листья, как всегда, шуршали под ногами. Какой-то прохожий шёл поперёк двора, скрепя резиновыми сапогами. Мы пересеклись под единственным горящим фонарём. Я с мечтательной улыбкой на губах. Он в надвинутом капюшоне, руки в карманах. Мне показалось, что он подскользнулся на листьях и схватился за меня, а я даже попытался его поддержать. Но потом что-то ужалило меня вбок сквозь тонкое пальто, и я почувствовал, что падаю. И пока я опрокидывался на спину, прохожий всё бил и бил меня ножом в грудь, и я видел, что его куртка и руки все в засохшей крови. Я корчился в грязи и листьях, а прохожий вдруг стянул с головы капюшон. «Это был Миша». По его щекам текли слёзы, но глаза горели мрачно и зло. «Оно изменяло мне всё время!» — сказал он. «Всё время изменяло!» «Но при чём тут я?» — хотел бы спросить я. Но он не мог. Моё пальто промокало, и я не знал, кровь его мочит или начинающийся дождь. Миша наклонился, глядя на меня безумными глазами. «Я всегда это знал. Я знал, что ты, сука, не сдашься, даже если я женюсь на ней. Это не в твоём характере. Но сегодня я вас видел у метро, подлак! Где же ты назначил встречу, а? В вашем любимом кафе или в этом парке?» Он запрокинул голову и разрыдался коротко и страшно. Потом опомнился и прорычал. «Жаль, я это уже не узнаю. Ни от тебя, ни от неё. Вы оба уже трупы!» Я почувствовал, как нож перерезает мне горло. Миша уже ушёл, шатаясь, а я всё ещё лежал, глядя в небо. Капли дождя падали мне на лицо, на раскрытых глазах, замирали на волосках бровей и выбившейся из-под шапки чёлки. Некоторые стекали по щекам, будто слёзы. Потом мне надоело лежать. Я встал, дошёл до дома. Капли дождя больше не падали на меня, отклоняясь в стороны. Поднялся на лифте. Лифт заполнился запахом палой листвы и стали. Подошёл к своей квартире. Безнадёжно похлопал по карманам. Ключи остались валяться в листве во дворе. Постучал в дверь. Через несколько секунд дверь открылась. Там стоял мой квартирант. И, наконец-то, я мог увидеть его глазами. Действительно, белая рубашка, рваные джинсы, короткие взъерошенные волосы. Именно так я тебя и представлял. Я широко улыбнулся. Ну, почти. Именно, что почти, ответила она. Заходи. Я так долго ждала тебя. Музыка. 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 Жители нашего города истории Варгарта прослушали этот рассказ уже неделю назад. Если хочешь также слушать новое, самым первым, а также озвучить вместе с Некрофосом одну новую историю, которая совсем скоро выйдет в YouTube, забегай в гости в наш город Варгарта и присоединяйся к дружной семье варгарчана. Ссылка в закрепленном комментарии. Что это за город истории такой, где вас ждет уже больше 50 часов новых озвучек, которых в YouTube нет и не будет никогда, можете узнать по ссылке в закрепленном комментарии или введя в поиск фразу «Варгард – город истории». Ну, а для самых любопытных прямо сейчас прозвучит трейлер всего волшебства, что происходит у нас в Варгарте. Больше года мы готовили для вас наше тайное сообщество, благодаря которому вы сможете слушать лучшие в любимой озвучка, а мы не только находите возможность оплачивать гонорары самым крутым авторам YouTube, но и стать с вами намного ближе и вознаградить вас действительно особенное тепло. Долгожданное продолжение «Ведьминого шабаша» «Новый ведьмак Клим» Эксклюзивный сериал от Васи Кораблева «Русальная ночь» Новая книга от создателя ведьмака Клима «Темный попутчик» Еще нигде не озвученная книга Влада Райбера «Шаман наших дней» и еще уйма долгожданных эксклюзивов, которых этой осенью не услышать нигде, даже в YouTube, но которые сможете услышать только вы. Самые лучшие авторы Моран Джурич Василий Кораблев Юлия Скоркина Тьерри Рауш Влад Райбер Аделаида Огурина Александр Рубцов Роман Башаев Рорах Ульяна Лобаева Евгений Чеширко и множество иных предоставили или написали специально для наших зрителей совершенно новые, жутко захватывающие истории, которые вы можете прослушать только в нашем тайном городе Варгарта. А для тех, кто ожидал моих совместных работ, то у меня и для вас хорошие новости. Там же и только там уже есть и будут новые истории и сериалы, озвученные совместно с моими друзьями и коллегами. Только вы сможете услышать ансамбль голосов от меня и СМС, Нервоза, Бельфигора, Лимба и даже Кота Бегемота. Ну а теперь к чему-то действительно особенному. Я разработал для вас секретное приложение, нечто вроде ключей от города, которое открывает вам тайные улицы с подарками. И теперь ты сможешь получать от меня аудиооткрытки каждое утро в своем смартфоне, озвучить со мной персонажей истории, провести со мной стрим для всех зрителей Ютуба, созвониться со мной по видеосвязи, познакомиться поближе и поболтать за жизнь. Ты сможешь выбрать тему новых рассказов или даже сам станешь прототипом персонажа. И да, мы напишем и озвучим историю про тебя. Ну и, конечно же, слушай без рекламы и интернета весь архив озвучек в аудиоформате всех существующих и всех новых еще до их появления на Ютубе. Но и это еще не все. Особая, долгожданная для многих приятность, которая была невозможна на Ютуб-канале, но осуществилась в Варгарте. Ты услышишь моим голосом не только страшные истории, но и множество иных жанров. От детективов до мелодрам, от научпопа до сказок для детей и стихотворений. То, что нигде больше не найти, кроме как в нашем закрытом городе Варгарте. Так что выбирай, хороший, кем ты будешь в нашем городе. Жителем, воином, хранителем или представителем семьи Варгартерионов. Получай ключи от своих улиц и отправляйся в путешествие изучать все его тайные закоулки, хранящие неожиданные и приятные сюрпризы. Для первой сотни новых жителей города я разыграю в прямом эфире подарки от наших жрецов ужаса и торговцев города. Так что откладывать ни к чему. Тем более, что каждый из вас, подписавшись, не только получает столько вкусностей, но и правда помогает мне приобретать лучшие истории у лучших авторов и поделиться ими с вами в вашей любимой озвучке. Вот, к примеру, Ведьмин Шабаш 2 и новая серия Ведьмака Клима прямо сейчас уже ждут момента попасть в ваши наушники и сердца. Ссылка на доступ в закрепленном комментарии. И спасибо господа вам за то, что вы есть. Все эти три года или кто-то всего пару недель, но благодаря вам я могу создавать для вас нечто, надеюсь, уникальное и открывать при этом свое сердце чему-то новому, укрываясь от отчаяния, имея такой парус, как вы и ваша поддержка. Да пребудет же и попутный ветер с нами хороший. И даже если все маяки разбомбят, мы по звездам найдем путь к семье и покою, лишь бы знать, что ты не один. Спасибо вам, что я не один. Надеюсь, и мой голос почти каждый вечер перед сном и сотни других наших слушателей, собирающихся как у костра послушать вечером истории, дарят вам ощущение опоры в этот беснующийся час. И именно поэтому я не говорю, что якобы ухожу с ютюба и не пугаю закрытием канала и так далее. Нет, хорошая, я по-прежнему с вами и здесь, в ютюбе. А для тех, кто хочет собираться у нашего костра чуть поближе и согреваться чаще и уютнее, разгадывая на небе созвездия новых удивительных сюжетов, жду вас в нашем городе Варгарте. Спасибо и, как всегда, надеюсь, совсем скоро снова услышимся. Варгарте. Субтитры создавал DimaTorzok